Аутизм начинается в первый год жизни ребенка. Явно увидеть его можно в два года. Выявляют и ставят диагноз ближе к трем. Специфических методов обследования не существует. Электроэнцефалограммы или МРТ идут в помощь специалисту. Но чаще он опирается на свои наблюдения. Ребенка-аутиста распознать несложно. Такие дети зачастую отгорожены от внешнего мира, не желают взаимодействовать с окружающими, имеют речевые и эмоциональные нарушения. Часто такой ребенок не употребляет в своей речи местоимение «я», говорит о себе во втором или в третьем лице. У аутистов задерживается формирование навыков опрятности. Он не общается с внешним миром. Он может не обращать внимания, когда обращаются к нему по имени. Игнорировать. Не допускать тактильного контакта, то есть когда до него дотрагиваются, до ребенка. Хотя есть дети, которые любят именно тактильный контакт. Он не смотрит в глаза собеседнику, независимо от степени родства, то есть знакомый человек незнакомый. Степень аутизма разная. Бывают грубые нарушения в развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. А бывает наоборот. С возрастом и под влиянием терапии проявления аутизма сглаживаются. И по мере взросления остаются только личностные особенности. Есть в нашем городе дети с диагнозом «аутизм», которые закончили обычные школы и поступили в вузы. Нашли свое место в социуме и научились взаимодействовать с людьми. Хотя чаще всего аутисты ходят в сад для детей с речевыми нарушениями, учатся в коррекционных классах или находятся на индивидуальном обучении. Из года в год количество аутистов растет. За последние пять лет в Сарове количество детей с таким диагнозом увеличилось более чем в два с половиной раза. Заболеваемость растет и по всей стране. Заболеваемость за предыдущие, если брать 14-й год, сейчас 21-й, за 7 лет, она растет, но это не эпидемия. То есть да, заболеваемость растет, но нельзя сказать, что это переходит разряд эпидемии, у нас аутистов там очень-очень много. Аутизм не приговор. Главное для родителей принять этот диагноз и понять, какие у их ребенка сильные стороны и развивать их. К тому же сейчас существует очень много методик, по которым специалисты занимаются реабилитацией детей-аутистов. Есть несколько видов коррекции важных, медикаментозной в том числе. Но в любом случае на первое место выходит психолого-педагогическая коррекция. Это направлено на то, чтобы развивать их сенсорное развитие. Обучать их, да, сенсорное, это у нас и слух, и зрение, обучать контакту, обучать пониманию обращенной речи, взаимодействию. То, чтобы откликался на просьбы, да, выполнял инструкции, мог эти инструкции принять, понять и сделать. Показывать ребенка с аутизмом специалисту следует не реже раза в квартал, при прохождении медикаментозной терапии раз в три недели или в месяц. В последнее время проблемам аутизма уделяют больше внимания. Сейчас в Нижегородской области живут более 1 тысячи детей с диагнозом «РАС». Для них в марте в Нижнем Новгороде открылся ресурсный центр. Он станет для семей единым окном, где можно получить помощь и поддержку специалистов. В центре составят индивидуальный маршрут для получения услуг в сфере соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости.